Уважаемые друзья, добрый день, единомышленники, жители города Ленинградский район, Ленинградская область, поселок Пустомержа, Лимар. Ну, вся, получается, область Ленинградская полностью собиралась. И весь Ленинградский район. Всем жителям Минский Поклон. Данный груз будет направлен в Луганск область, в город Новодружинск, где в данный момент находятся в красной линии жителей этого района, там более 2000 человек, и из них 300 детей. Вот. Какая-то часть продовольствия будет передана батальону БАК-16, это казаки. Вот. И по возможности будет передана морской пепоте, перхотинцам батальона опоссов, тоже небольшая гуманитарная помощь, которую вот собирали наши жители. Будет передана генератор и сапоги, которые вот приобретал ему город, Кенгисепп, ну, профсоюзная организация электросети нашего Кенгисеппа Сергея Тарасова с ней там участвовал. Он, он председатель этого профсоюза, он очень сильно помог вот у него, она сейчас здесь, у нас волонтер помогает. Вообще, наша большая команда, это вот там Даниил Егоров, бойцовский клуб «Ям», он в гараже сейчас, Алексей Олегович Курсов, это клуб «Кэмпа», клуб «Маргарита», она получается у нас заместитель этого фикс-прайса, ну, тоже они во средствах первых дней помогают. Много кто не смог приехать, так как будние дни, вот, и все работают, у кого-то дети заболели, и какую-то часть вещей еще люди не привезли, к сожалению, ну, пускай они переживают, обязательно вашу помощь мы примем, поездка на этом не заканчивается, мы продолжаем делать дальше добрые дела. Сейчас отвезем, приедем, немножечко отдохнем, и дальше путь, и дальше дорогу, и дальше делать добрые дела. Вот, ребята у нас ученики, мачо, Руслан Азаев, он только вернулся у нас с армии, вот, буквально, может, месяц назад. Вот, такая вот большая команда, вот. Даня! Он пока там в гараже, хотел его позвать, чтобы сказал пару слов. Ну, это у нас водитель, который скромный, не хочет, чтобы его фиксировали. Вот, вот такая у нас большая команда, очень много у нас единомышленников, которые вот сплотились и делают большое доброе дело. Как вот мы говорим, ни дня без доброго дела, и по зову сердца. Вот, и будем делать добрые дела, пока бьются наши сердца. Спасибо за то, что приехали, поддерживайте тоже, оповещайте, потому что у нас нету цели на этом ловить какой-то хайп, там, пиар. Мы максимально помогаем, и наше руководство нас поддерживает. Я сразу не сказал, вот, да, подытожу, стою в фонде 2015 года и помогал изначально малоимущим семьям, да, семьям, которые попали в жизненную трудную ситуацию. А это, да, это мамочки-одиночки, малоимущие семьи. Вот мы им помогали на протяжении нескольких лет, привозили продовольствие. Ну, в связи с тем, что сейчас у нас идет военно-специальная операция на Украине, и нужно помогать там, нашим ребятам, жителям, детям. Вот, мы делаем от Ленинградского областного отделения Российский детский фонд. Хочется поблагодарить и поклониться перед своим руководством. Это Меркулова Наталья Николаевна и Духанов Дмитрий Альбертович. Вам огромное спасибо за то, что даете зеленый свет, даете толчок. Хочется выразить огромную тоже благодарность нашему району, нашему, нашей администрации, Юрию Ивановичу Заполадскому, ну и Александру Юрьевичу Дрозденко, губернатору Ленинградской области. От того, что вы даете зеленый свет, у нас раскрываются крылья, руки, и мы делаем эти вещи, ну, не просто так. У нас нету, опять повторюсь, могу много раз повторяться, что мы не делаем это ради какой-то выгоды, наживы. Мы вот все вот, это все вот собрал наш район. Вон Даниил, Даниил, иди к нам, брат. Вот, это собрал весь наш район. Это Ивангород, наши храмы, Екатеринский собор, поселок Котельский, Ивангородский храм. Это все вот, ну, собрали, вот, жители неравнодушные, которые вот, ну, постоянно поддерживают, у которых душа болит, сердце болит, и они максимально вот поддерживают. Можешь что сказать, брат, какие-нибудь слова? Да что могу сказать? Мы нашей спортивной организацией Бойцовский клуб Ямчем можем, помогаем нашему другу. Он делает великие дела, действительно. Глядя просто на эту гуманитарную помощь, которая туда отправляется, понимаю, что это будет нужно людям, действительно. Очень много детских вещей, очень много медикаментов, продуктов. Мы сами знаем, что все не очень просто, поэтому огромную благодарность хочу, в первую очередь, другу выразить, что большое дело, которое он делает. Мы всегда поможем, придем, что надо организуем, привезем, отвезем, притащим. А вот все это, знаете, собрать в кучу и все это организовать, этот весь процесс, это очень большое, сложное дело. Мы очень много времени на это тратили, просто знаю, как это происходит, вижу это постоянно. Мы там маленькую лепту свою вносим, которую мы можем. Очень огромную лепту внесли жители города и Денисов. Поэтому... Вовремя, он все! Реакция есть у водителя, значит, нормально доедем. Все хорошо. Да, надо будет. Да. Конечно, хочется выразить огромную благодарность жителям, которые обеспокоены, которые постоянно обратную связь Денису дают. Сами звонят, сами дают его. Постоянно просят встретить их, просят встретить гуманитарную помощь. Действительно, это очень ценная и нужная помощь, ценная и нужная помощь, которая очень пригодится там, в зоне СВО, потому что действительно очень много нуждающихся и чем сможем, всегда поможем. Еще бы хотелось выделить одну большую компанию, которая нас на протяжении долгого-долгого-долгого времени, наши тоже братья, наши товарищи, близкие, большая команда ИСЛК-групп, генерального директора Александра Мясенина. Тебе низкий поклон, ты делаешь тоже великое дело, благодаря тебе мы осуществляем эту перевозку. Хочется выделить еще несколько, вообще много, я могу перечислять тут, займет, наверное, весь день. Не буду этого делать, там 6-я школа, 3-я школа, 5-я, 7-я, все вы вообще огромные, молодцы, садики, садики, которые тоже нам помогли тренировать. Да, а нам выделили два генератора, которые индивидуально просили помочь, вон они там в дорожке, это поселок Фалилеево. Светлана Геннадьевна, вам низкий поклон за то, что вы делаете тоже большое дело, всем вашим жителям, которые тоже участвуют, очень большой у нас объем, сейчас в данный момент участвовало, ну, наверное, жителей, ну, не соврать и не придумать, наверное, ну, твердо, наверное, человек 500 точно. Я веду всегда статистику, и потом, когда привезу, мы будем подбивать итог, скольким людям мы поможем. Я знаю точно, что уже будет, ну, тоже точно большая цифра, за тысячу человек, за тысячу семей, мы предоставим эту помощь, поддержку. Это очень здорово. Тот раз, который я возил, мы помогли 20 тысячам. Здесь будет в разы больше, вот, потому что мы сейчас еще попутно, у нас еще одна встреча, еще один груз будет, там, медитаменты. И, ну, я знаю, что, ну, будет либо 20, либо, ну, чуть больше, чуть меньше, не знаю, ну, будет хорошая цифра, которую мы сделаем, вот с таким вот большим объемом. У нас нет такого, говорю, что мы не помогаем там индивидуально, там, да, там, кому-то помогли, там, сфотографировали, пропиарились, там, куча, там, фотографий выстрелили, вот мы сделаем. Мы делаем, мы делаем, просто молчим, мы многие вещи не выкладываем, потому что мы на этом не наживаемся, не ловим, ну, никакой выгоды и хайф. Вот. Все, с вами был Денис Васильевич, и наша большая команда бойцов и волонтеров, которые нас поддерживают. Вот. Всем хорошего дня, хорошего настроения, удачи. Продолжение следует...